Здравствуйте, друзья! Функция Rotate позволяет повернуть объект в направлении точки на плоскости. То есть чаще всего это применяется курсором мышки. Персонаж должен следить за курсором мышки. Давайте я это с вами и сделаю. Итак, у меня уже есть мышка и она объявлена. Давайте я еще раз это сделаю. Горячая клавиша F3, вызываем библиотеку кода и здесь находим переменную с ее методами. Итак, хорошо. У нас персонаж называется Idle и Rotate. У нас есть два варианта этой команды. Этот урок относится к двум. Ну, потому что он практически одинаковый. Если мы просто сделаем Point, у меня уже есть переменная Point, мы ее создавали также из библиотеки. Вот она. Я могу какую-то точку пространства указать, например, 10-10. Это будет вот эта точка, она где-то здесь. Если мы сделаем так, то персонаж будет смотреть туда. Да, никаких проблем нет. А если мы перепечатаем вот эту команду вот так и вызовем вот эту позицию, записи позиции, то здесь мы просто должны указать позицию мышки. Как ее сделать? Просто MouseGetPosition. Вот и все. Вот наши переменные мышки. И теперь персонаж, видите, у него какой-то стартовый персонаж. Положение сохранилось, потому что не сохранилось. У него есть позиция изначально 0-0. Он смотрит в точку 0-0. Она вот там. Но как только курсор появится на экране, то все уже изменится. Теперь этот 0-0 перепишется. Итак, все прекрасно работает. Ну что ж, на этом я завершу этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Кичкин, основатель образовательного портала Multorocket.ru и разработчик игрового движка PointJazz. До встречи в новых видеоуроках. Пока. До встречи в новых видеоуроках. Продолжение следует...